Это главный редактор и гендиректор Независимой газеты. Спасибо большое, Константин, что пришли. В соцсетях все делятся на тех, кто действительно нас поддерживает, и на тех, кто осуждает вообще саму идею марафона. И в формулировках что-то вроде того, что, мол, клянчите деньги у наимных зрителей. Сбор средств на независимое телевидение. Это стыдно, как вы считаете? Друзья мои, не обращайте внимания на мнение людей, которые вас не поддерживают. Мой совет просто, потому что вы будете затрачивать душевные силы. Те, кто понимает контекст происшедшего, те не могут вас осуждать, потому что это открытая позиция молодых людей, которые, может быть, думают о себе в исключительных терминах, что без вас будет совсем плохо. Но, во-первых, жизнь показывает, что жизнь продолжается, но за своих телезрителей бороться надо, обращаться к ним надо. Поэтому фактически вот то, что сейчас происходит, я в молодости много читал в Америке книг про бренды лучшие. И вот одна из черт хорошего бренда – это лояльность клиентов, лояльность зрителей, лояльность покупателей. Вот Harley Davidson, при том, что качество Harley большинство лет, это 70-е, 80-е, было отвратительным по сравнению с японскими мотоциклами, но лояльность клиентов к бренду Harley Davidson была такая, что потом поменялся собственник, и они сделали Harley конкурентоспособными. Потому что, а те бренды, которые не имели вот этой эмоциональной составляющей, эмоциональной теплоты, помощи, выручить надо, совершить совместный какой-то пробег, те, если наступали финансовые и экономические трудности, они исчезали. Вот мне кажется, вы пошли по пути, и вполне возможно, может быть, даже и первые вы пошли по вот этому пути, что вы эмоциональную компоненту вашего бренда «Дождь», лояльность ваших зрителей, вы апеллируете к ней, вы развиваете ее, вы поддерживаете ее. И это, с моей точки зрения, залог того, что бренд «Дождь» будет жить долго. В рамках, скажем так, беспримерной даже для нашего телеканала открытости и прозрачности, хочу задать такой сложный сочиненный вопрос. Наталья Сидеева дала на днях интервью порталу СНОК, в котором сказала вполне откровенно, что, в принципе, дальнейшее пролонгированное существование телеканала зависит от того, простят ли нас, формулировка дословно. Она добавила, что я не знаю, за что нас должны простить, но ощущение такое есть, что это должно произойти. Потому что мы не даром говорим, продлевают жизнь, да, мы не знаем отдаленного будущего, его, конечно, никто не знает, но это не традиционная бизнес-модель, да, то есть мы не Харлей Дэвидсон строим в условиях Соединенных Штатов Америки, а нечто более сложной конструкции и нечто другое, да. Так вот, я хочу спросить вас, главного редактора и гендиректора газеты, вообще человек мудрый, ну, как считаете, у нас простят? Ну, скорее да, чем нет, это первый ответ. Особенно вам на руку события в Крыму, с моей точки зрения, и такая изоляция в России и в мире, поэтому на фоне такой изоляции сделать такой жест, вам главное добежать до начальника, не ниже решать вопросы, и он пожмет плеча и скажет, я не вижу ничего такого, что вы такого сделали. Вот, поэтому я думаю и выражаю свое оптимистическое мнение, что у вас все будет нормально. Но добегите, обязательно добегите. Когда человек одинок, когда его со всех сторон шпиняют, когда приходят люди, тоже обиженные, то сердце становится щедрее, эмоциональнее на то, чтобы простить и вообще поддержать. Константин Владимирович, я вижу, что вы держите в руках те предметы, которые украсят наши интернет-магазины, порадуют сердца наших зрителей. Можете рассказать, что это? Да. Во-первых, как меня учили, в детстве лучшая вещь в жизни – это книга. Я хочу в интернет-магазин, чтобы вы могли, имели возможность купить, вот эту книгу «Currency Wars» – «Валютные войны». Это великолепное исследование о типах валютных войн, как инструменте обретения конкурентного преимущества, особенно при экспорте своих товаров и услуг, когда вы сокращаете издержки, номинированные в вашей валюте, а потом происходит обесценение. Я думаю, что те молодые зрители вашего канала, которые изучают глобальную экономику и финансы, мне кажется, им будет очень интересно прочитать этот национальный бестселлер США, который сейчас издается, издается, издается. Это первое. И второе, подарок мой – я люблю очки бренда «Хром Хартс». И считая это лучшие очки, лучший бренд, и отдыхая в Аспине, штат Сковорода, вот я купил в этом году вот такие очки великолепные, и тоже хочу, чтобы в интернет-магазине у наших зрителей была возможность тоже походить в «Хром Хартс». И они позволяют лучше разглядывать действительность, потому что человек без очков, он не может долго, пристально смотреть на другой человек. Вот вы сейчас все время отводите глаза, да, а я через эти очки буду. Поэтому очки на самом деле для того, чтобы лучше разглядывать действительность, что нужно не только журналистам телеканала «Дождь», но, я думаю, вашим зрителям. И еще, вы знаете, я хотел, готовясь к этой волнительной встрече, еще один подарок, который с детства меня учили, является лучшим. Это выученное наизусть стихотворение. И я хочу подарить вам, уважаемые журналисты, и зрителям стихотворение, которое с 17 моих лет являлось методологической путеводной звездой в жизни. Я был студентом, и мой сосед принес от математиков с Мехмата МГУ общую тетрадь, в которой не было первой страницы. Я не знал, кто автор. А в то время такие стихи давали как бы на ночь. И вот ты читаешь, а то, что тебе понравилось, ты выписываешь и так далее. Но я никогда не знал этого автора. А потом, когда через много лет я оказался в Америке, в Кенселландском университете, а там доступ в университетскую библиотеку, 3 миллиона томов, открытый. Ты сам приходишь, и на полках смотришь, не по каталогу. И я беру том, который мне показался интересным, открываю. И том открывается на странице с этим стихотворением. Это был том Наума Коржарина. Стихотворение звучит так. Я его прочитаю, и очень хочу, чтобы вы услышали и поняли, что я хочу вам сказать. Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуношные гдения и мечты, что проснешься в каком-нибудь веке ином. Время, время дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. Ты не жди, что грядущая вскрикнет, всплеснувши руками. Ах, какой тогда жил! Да бедняга от века зачат. Нету легких времен, и в людскую врезается память. Только тот, кто пронес эту тяжесть на скорбных плечах. Очень грустное ситворение. Нет, оно показывает, что никогда жизнь не бывает легкой. Никогда. Вы что думаете, 20 лет назад было легче? Или 40, или 50, в 37, или в 17? Это же... Намного тяжелее, думаю, в 37 и в 17? Конечно, конечно. А вы в 17 лет это стихотворение прочли? И как у вас тогда, вы его вот так сразу приняли? Я его сразу принял. Еще раз говорю, это как методологическое, путеводное. Я никогда не жалуюсь на время. Вот вам порицание, а мне пишут предупреждение. Второе предупреждение – закрытая газета. Я борюсь, я хожу в суды, вас выселяют. Я получаю письма по аренде. У меня там, я помню, при Лужкове получил письмо, что через месяц должен выметаться отсюда, хотя в контракте прописано, что даже если контракт прервется, должны быть основания, и то три месяца отдавали. Повышается цена. Ну, то есть, я имею в виду, что жизнь бизнеса в России, она нелегкая. И я знаю, что все равно жизнь ничуть не тяжелее, чем была у наших отцов, дедов и прадедов. Поэтому, вот как философия жизни, что легких времен нет, и только имеет значение, как ты эту тяжесть несешь на своих плечах, будет обуславливать успех. Никакие жалобы на то, что ты такой толковый парень, такой талантливый коллектив, но зачах от времени не будет. Поэтому боритесь, бейтесь, будьте умными. Не в тупую, бейтесь, да? Потому что, мне кажется, есть за что. Константин Вадимович Ремчуков, гендиректор и главный редактор независимой газеты. Я не буду ничего абсолютно к этому добавлять. И хочу только одно сказать, что вот Константин Вадимович отметил возможную щедрость самого главного начальника. Я хочу вас еще раз... Сердечную, да, щедрость. Ну, возможно, это я от себя сказала. Я хочу вас поблагодарить за эту щедрость и за сердечную щедрость, в том числе, которую вы проявляете к нам. И оставайтесь на дожде через несколько минут в нашем эфире. Лехи Джакова и Роман.